Супруг Веры Супруг Веры Супруг Веры Супруг Вера пыталась найти различные способы, чтобы отвлечь Игоря от выпивки. Она говорила с ним о будущем, об их дочери и о том, как важно быть примером для нее во всем. Порой ей даже казалось, что муж понимает и соглашается. Но на следующий день все возвращалось на круги своя. Вера не сдавалась. Она искала поддержку даже у соседей, надеясь, что общие усилия помогут спасти ее мужа. Каждое утро, когда Игорь выходил на работу, Вера молилась, чтобы этот день стал началом перемен. Чтобы ее любимый человек вновь нашел в себе силы вернуться к прежней жизни. Она продолжала верить в его золотые руки, в его доброту и умение делать удивительные вещи. Но, увы, ее усилия не приносили результатов. В какой-то момент она просто махнула рукой, утратив надежду на перемены. Игорь, чувствуя свое бессилие и разочарование жены, постепенно переселился в летнюю кухню. Там он мог быть один, вдали от семьи, и спокойно коротать дни в компании любимых горячительных напитков. С грустью понимая, что ее муж выбрал свой путь, Вера больше не пыталась бороться. Она сосредоточилась на дочери и на том, чтобы сохранить тепло и уют в доме. Жена периодически заходила в летнюю кухню. Она убирала там, стирала его вещи и каждый день оставляла мужу ужин. Несмотря на все, он все же оставался живым человеком. И она не могла поступить иначе, ведь когда-то его любила. «Как там твой алкаш?» — спрашивала ее подруга детства Надя. И по совместительству мать крестника Веры, которая, однако, никогда не стеснялась в выражениях. «Не надумал еще закодироваться?» «Не надумал, Наденька!» — с грустью согласилась Вера, направляясь за домашним вином и рюмками. Они почти каждую неделю устраивали женские посиделки. «Я уже и так, и эдак!» — говорила ему. Просила, умоляла на коленях. Даже угрожала разводом. Но он ни в какую. Видимо, устраивает его такая жизнь. Променял семью на рюмку. А мне как быть? Сложно одной. Вроде и есть мужик в доме, а толку с него, как с козла молока. Приходится нанимать людей, чтобы забор починили, да крышу подлатали. Даже огород сама вскопала в этом году. «Тебе нужно найти какого-то нового мужика», — заявила Надя безапелляционно. «А то сидишь здесь в одиночестве ни вдова, ни жена». Через полгода Вера официально стала тещей. После свадьбы дочери молодожены переехали в городскую квартиру. И Вера в полной мере ощутила, что такое одиночество. Она буквально не находила себе места в пустых четырех стенах по вечерам. С нетерпением ждала выходных. Потому что это был ее шанс собрать сумку с гостинцами и поехать в гости к дочери. Каждый вечер, возвращаясь с работы в пустой дом, Вера чувствовала, как сердце сжимается от грусти. Она с тоской вспоминала времена, когда дом был полон смеха, разговоров и движения. Теперь же стены казались ей холодными и безжизненными, а каждый звук эхо лишь усиливал чувство покинутости. По пятницам Вера начинала готовиться к долгожданной поездке в город. Она тщательно подбирала гостинцы для молодоженов, домашние пироги, любимые и нынче редкие лакомства, из детства дочери, свежие овощи и фрукты с рынка. С любовью упаковывала их в большую сумку, мысленно представляя, как ее дочь и зять радуются ее приезду. Когда наступала суббота, Вера спешила на вокзал. Дорога казалась ей долгой, но мысли о предстоящей встрече согревали душу. Она с волнением подходила к подъезду дочери, стараясь не показывать своих чувств. Она знала, что ее визиты – это не просто возможность увидеть родных, но и способ вновь почувствовать себя нужной и важной. Каждое такое посещение было для Веры настоящим праздником. Молодожены встречали ее с радостью, и квартира наполнялась уютом и теплотой. Они проводили время вместе, обедали, гуляли по паркам и просто наслаждались общением. В эти моменты Вера забывала про свое одиночество и чувствовала себя по-настоящему счастливой. «Мам, ну как ты там?» – спрашивала дочь в этот раз, встречая Веру на пороге. «Ничего, милая, только скучаю по тебе очень». «Вот, привезла вам немного вкусненького», – отвечала Вера, пытаясь скрыть грусть в голосе. Она изо всех сил старалась поддерживать тепло и уют в отношениях с дочерью и зятем, даже когда собственное сердце разрывалось от одиночества. Эти поездки стали для нее настоящим спасением. Единственным лучиком света в ее мрачной повседневности, разве что еще и хозяйство помогало немного отвлечься от беспробудных пьянок мужа, которые Вера завела по настоянию подруги. Женщина накупила десяток кур, уток и гусей, даже корову завела, чтобы всегда было свое домашнее молоко, да и продать можно было, чтобы выручить лишнюю копейку. Тем и перебивалась, что продавала овощи со своего огорода и молоко дачникам, ведь зарплата библиотекаря в сельском клубе просто нищенская. И вот в один из дней Вера по привычке шла к автобусной остановке, еле-еле неся в руках тяжелые сумки с домашними овощами, фруктами и молоком. «Садитесь, подвезу!» Машина притормозила рядом с Верой. Окно открылось, и она увидела за рулем Лешку, сына ее лучшей подруги Надьки. «Ой, спасибо, Алеша! Как же хорошо, что ты появился!» С радостью воскликнула Вера, садясь в теплый салон автомобиля. Она была рада, что не придется ждать маршрутку и трястись в ней долгую дорогу. Лешку Вера крестила. Он рос на ее глазах. Но в последнее время она его почему-то не видела. В старших классах он учился и жил в областном лицее-интернате с углубленным изучением математики. Потом поступил в университет и наведывался домой крайне редко. «Как же ты вырос, Леша! Последний раз я тебя видела, кажется, года три или четыре назад», сказала Вера, внимательно разглядывая взрослого Алексея. «Точно давненько не виделись, Вера Сергеевна», ответил он с улыбкой. «Учеба, работа, сами понимаете. А как у вас дела? Да все по-старому. Жизнь идет своим чередом, скучаю по дочке, да и Игорь мой под конец спился». «Сам наверняка знаешь, как у нас с ним», ответила Вера, глубоко вздохнув при этом. «Знаю, тетя Вер», мама рассказывала. «Держитесь, Вера Сергеевна, вы всегда были сильной женщиной», тихо сказал Алексей, стараясь поддержать ее. Вера точно знала, как и чем живет ее крестник, благодаря рассказам Нади. Теперь, глядя на взрослого Алексея, она не могла поверить, что перед ней тот самый мальчишка с веснушками, который когда-то бегал по двору. «Ты совсем изменился, Леша. Вижу, что уже взрослый и серьезный», заметила она. «Ну да, есть немного», – согласился парень и повернул голову к Вере. «А вот вы совсем не изменились. Время над вами практически невластно». «Боже, Леша, какой же ты стал галантный кавалер! Кто тебя научил так ловко вешать лапшу на уши?» – лишь засмеялась Вера. Сказать, что Вера была поражена перевоплощением Алексея из ребенка в мужчину. Значит, ничего не сказать. Ее переполняли эмоции, которые не отпускали ее еще несколько недель. Надя, услышав столько похвалы в адрес своего сына, тоже расцвела на глазах. «Он у меня умница и красавец. Горжусь им безмерно», – с гордостью говорила Надежда. Алексей был ее гордостью, надеждой и светлым будущим. Поэтому она даже не могла найти ему подходящую невесту. Жалобно рассказывала Вере, какие девушки нынче пошли. Бездарные, неказистые, выпуклые, раскосые и еще поголовно совсем тупые. Ни одна из них и близко не могла стоять рядом с ее сыном-красавцем. «Ты понимаешь, Вера, ну кого тут можно найти?» «Вон, посмотри сама, все девчонки вокруг как на подбор. Ни одна из них не достойна моего ненаглядного Лешеньки», – сокрушалась Надя. «Надь, послушай, ну, может, ты слишком строга к ним? Может, есть среди них и хорошие девочки? Просто ты их не замечаешь», – пыталась успокоить ее Вера. «Да что ты, Вера, я же не просто так говорю. Пойди, посмотри сама, на кого они похожи», – продолжала возмущаться Надя. Вера знала, что ее подруга действительно испытывает трудности в принятии потенциальных невест для своего сына. И прекрасно понимала ее тревоги. Но она верила, что рано или поздно Алексей встретит ту самую единственную, которая будет ему по сердцу. «А он за кем-то ухаживает?» – неожиданно для самой себя спросила Вера. «Нет, конечно, тут ему пары нет подстать», – категорично отрезала Надя. «Ой, Верочка, что хотела тебе сказать-то? Лешка ведь мой постоянно мотается в город, мы же ему машину передарили. Мог бы и тебя с сумками подвозить. Как будешь куда-то собираться, обязательно дай знать. Чего тебе такие тяжести таскать? Ты же в город практически через день ездишь на базар, вот и будет тебе отличная помощь. У Веры аж сердце предательски подпрыгнуло. После той встречи она стала смотреть на своего крестника совершенно другими глазами и явно не материнскими, и люто ненавидела себя за это. Когда она садилась в машину к Леше, клялась себе, что будет серьезной и не скажет лишнего слова. Но парень был полон комплиментов и шуток. А иногда так проникновенно смотрел ей в глаза, что Вера была готова поклясться. Она ему тоже нравится. На его лице отражалось столько искренности и тепла, что ее внутренние барьеры рушились один за другим. Верка, поднимай срочно свой бутыль с вином из погреба. Бегу к тебе немедленно. В последнее время Надя частенько забегала пожаловаться подруге на жизнь. Теперь она никак не могла понять, что случилось с ее сыном. Он постоянно где-то пропадал, разговаривать с матерью никак не хотел. Не удивительно, что Наде лезли в голову всякие мрачные мысли о плохой компании, наркотиках или девушках-аферистках. Ее лицо было постоянно омрачено тревогой, и это не давало ни минуты покоя. Надя пыталась вспомнить, когда все пошло не так, но никакие воспоминания не могли объяснить перемены в поведении сына. Каждый раз, когда Надя приходила к Вере, она начинала с одних и тех же слов. «Верочка, дорогая, я просто не знаю, что делать». Вера пыталась ее успокоить, уговаривала поговорить с сыном еще раз. Но Надя только печально качала головой. Она опасалась, что ее мальчик может быть втянут в те мрачные дела, о которых часто говорили по телевизору. И каждый раз, когда ее страхи достигали апогея, она рвалась к Вере, надеясь, что ее подруга сможет предложить какое-то решение или хотя бы утешить своим присутствием. Конечно же, под бокальчик домашнего вкусного вина. «На тебя хоть и не смотри», — буркнула Надя, как всегда, глядя на раскрасневшуюся и улыбающуюся подругу. «У меня проблемы, а ты сияешь, как медная монета. Признавайся немедленно, неужели любовника себе нашла?» «Да что ты, Наденька, какие там любовники?» — ответила Вера, стараясь скрыть смущение. «Просто жизнь немного наладилась. Вот и настроение лучше. Да ладно тебе, подруга, не скрывай. У меня тут сын неизвестно где шляется, а ты вся такая счастливая. Может, поделишься своим секретом?» — подбивала ее Надя под очередной бокал вкусного вина. Вера понимала, что подруга действительно переживает за сына и хочет знать, что происходит в его жизни. Она сама была в смятении от своих чувств, но не могла себе позволить обсуждать это с подругой. Тем более, что ситуация с Лешей была слишком сложной и запутанной для обсуждения. В душе Веры бушевала целая буря чувств и переживаний. Каждый раз, когда она видела опечаленную Надю, это напоминало ей о ее собственных проблемах и терзаниях. Но, несмотря на это, улыбка Веры на лице была настоящей. Возможно, это была своего рода защитная реакция — прятать свои переживания за радостной маской. Но на самом деле ее сердце было почти разбито. И каждое утро она начинала с мыслей о том, как же выйти из этого замкнутого круга. «Надя, пойми ты, наконец!» — утешала Вера подругу. «Бывает, что жизнь подбрасывает нам испытания, и мы должны найти в себе силы преодолеть их. Вижу, как тебе тяжело, но я искренне верю, что все наладится». Надя внимательно смотрела на подругу, чувствуя в душе, что за этой улыбкой скрывается что-то намного большее. Ей хотелось обнять Веру и сказать, что все будет хорошо, но она понимала, что сейчас не время и не место. Она должна сохранять четко и твердо образ глубокой страдалицы. «Спасибо тебе, Верочка!» — мягко ответила Надя, пряча глаза. «Знаешь, иногда мне кажется, что у всех есть какие-то свои секреты и проблемы, и мы просто стараемся справиться с ними, как можем, и совсем не обязательно рассказывать про них каждому встречному». «Ты права, дорогая!» — кивнула Вера, осознавая, что ее подруга также нуждается в поддержке. «Главное, что мы есть друг у друга и можем поделиться своими бедами и радостями». Вечер плавно переходил в ночь, и, несмотря на тяжесть на душе, обе женщины почувствовали облегчение от этого разговора. Пусть не все секреты были раскрыты, но они знали, что могут рассчитывать друг на друга в трудную минуту. Да и грустные мысли — не грех разбавить бокальчиком вкусного красного вина. Вера в последнее время действительно словно расцвела и помолодела. Ее глаза светились каким-то внутренним светом, словно она нашла что-то заветное, о чем всю жизнь мечтала. Ее движения стали более легкими, а лицо озарилось такой живостью, что каждый, кто ее знал, не мог это не заметить. И если бы Надя не была так поглощена своими заботами, она бы наверняка заметила, как подруга смущается перед ней. Вера избегала взгляда, краснела, словно рак, а стыд сжег ее душу изнутри. Я его приперла к стенке и не отпускала, пока он не признался. Возмущению подруги в этот раз не было предела. Связался мой Лешка с какой-то проходимкой. Сказал, чтобы не лезла в его личную жизнь, а то из дома уйдет. Вот, представляешь, подруга, такое родной матери сказал. Надя ходила взад-вперед по комнате. Ее глаза метали молнии, а руки сжимались в кулаки. Она была готова в любую минуту развернуться и что-то разбить, чтобы хоть как-то выпустить накопившееся напряжение. «Ну почему сразу проходимка?» – вспыхнула Вера, пытаясь защитить Лешу. «Может, это какая-то хорошая девушка?» – голос Веры дрожал, и она старалась не встречаться взглядом с Надей. Ей было невыносимо видеть, как подруга терзает себя и всех вокруг из-за этого конфликта. Вот только не нужно его защищать. Таскается с какой-то, все деньги на игрушки ей спускает. Надя в гневе была страшна и готова буквально рвать и метать. Ее лицо в этот момент побледнело. Губы стянулись в тонкую линию, а глаза налились слезами. Надя чувствовала, как мир вокруг нее рушится, и ничего не могла с этим поделать. Казалось, что еще немного, и она просто взорвется от переполнявших ее эмоций. Но Вера не могла позволить себе отступить. Она знала, что должна поддержать подругу, даже если это будет нелегко. «Надя, пожалуйста, успокойся», – мягко сказала она, осторожно положив руку на плечо подруги. «Давай попробуем разобраться во всем спокойно. Может, Леша и правда просто запутался». Вера нервно вздрогнула и поспешно спрятала под стол руку, на которой с недавних пор блестели модные часики – подарок от Леши. Ее мысли лихорадочно метались, и в этот момент она поняла, что их тайный роман нужно срочно прекращать. Ведь рано или поздно, но все тайны становятся явными. Так и случилось. Однажды Веру с Лешей заметила самая большая сплетница в селе – языкатая Валька. Это случилось спонтанно, когда они сидели в кафе в городе и нежно держались за руки, думая, что скрылись от посторонних глаз. Валька мгновенно разнесла новость по всему селу. Она была настоящей мастерицей по части распространения сплетен и слухов. Она могла рассказать об увиденном инопланетянине в лесу с такой уверенностью и деталями, что никто и не сомневался бы в правдивости ее слов. И вот, пристально наблюдая за обстановкой в кафе, она заметила, как Вера и Леша, погруженные в друг друга, даже не обращают внимания на окружающих. Услышав знакомый голос, Валька сразу же принялась за любимое дело. Вечером примчалась разъяренная Надя и устроила жуткий скандал. Даже муж Веры пробудился от вечного пьяного сна. Надя ворвалась в дом, как ураган, с криками, проклятиями и упреками. Вера, ошеломленная внезапной атакой, пыталась оправдаться. Но Надя уже ничего не слушала. Ее ярость была безграничной. Муж Веры, шатаясь, вышел из спальни, все еще наполовину во власти алкоголя, пытаясь понять, что тут происходит. Увидев жену в двух шагах от драки, он бросился между ними, стараясь разнять разъяренных женщин. Но даже его вмешательство не могло остановить вихрь эмоций, которые выпустила на волю разъяренная Надя. В этот момент Вера осознала, что их тайный роман не просто не может продолжаться. Он уже стал явным и разрушительным. Слезы текли по ее щекам, пока она смотрела на разбитые остатки надежды на счастье. Надо было срочно что-то решать, пока ситуация не вышла из-под контроля окончательно. «Да что ты себе позволяешь?» — кричала Надя, толкая Веру к стене. «Как ты могла связаться с моим сыном? Ты, престарелая проходимка, связалась с молодым парнем, охмурила его, и тебе даже не стыдно. Ты себя в зеркало видела?» Слива сморщенная. «Алешка, молодой красивый мальчик, тьфу ты, дрянь какая!» Вера вся красная от стыда и гнева пыталась оправдаться. «Надя, послушай меня, это совсем не то, что ты думаешь. Не то, что думаю, говоришь? А что тогда? Ты разрушила все. Нашу дружбу многолетнюю, моего сына единственного, просто испортила». Никак не унималась Надя, и ее глаза сверкали от ярости. В это время Верин муж, тяжело покачиваясь, встал между ними, пытаясь снова разнять женщин. «Хватит уже, прекратите немедленно», – пробормотал он, пытаясь удержать баланс. Но Надя никак не могла успокоиться. «Ты была моей лучшей подругой, а теперь видеть тебя не могу, как ты могла?» «Ты же крестила его», – с горечью произнесла Лешина мать. Вера почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. Она понимала, что потеряла доверие и уважение близких ей людей. Ее сердце сжималось от боли и сожаления. «Я не хотела, чтобы все так вышло», – всхлипнула она, опуская голову. «Прости меня, Наденька. Я знаю, что поступила неправильно». Надя, тяжело дыша, наконец отпустила Веру и отошла в сторону. «Прощения тут мало», – прошептала она, глядя на Веру с горечью. «Ты разбила все, что было у нас. Село долго не могло утихомириться после случившегося. Алексей, молодой и полон решимости, собрал свои вещи и отправился на самостоятельное житье в город. Он даже был готов переехать к Вере и жениться на ней. «Лешенька, пойми, любимый, у меня есть законный муж», – мягко убеждала его Вера. «Ты молод и красив, у тебя впереди целая жизнь, а у меня только пенсия, и я совсем не хочу, чтобы люди вокруг называли тебя моим сыном». «Но, Верочка, я же люблю тебя», – горячо убеждал ее парень. «И знаю, что ты тоже ко мне неравнодушна. Нет, Леша, мы не сможем быть вместе. Ты еще встретишь свою судьбу». Вера пережила все с тех пор – осуждение, стыд и бесконечные сплетни. Как ни странно, ей помогло несчастье, которое постигло ее мужа, его разбил инсульт. Вера бросилась выхаживать его изо всех сил, буквально вытаскивая с того света. Он прожил еще пять лет в тепле и заботе, окруженной вниманием. После его смерти Вера нашла утешение и радость во внуках, Алексей уехал за границу, где женился и обзавелся детьми. Но о Вере никогда не забывал. Она была его первой серьезной любовью, его первой женщиной, и он долго отходил от этих отношений, не решаясь создавать семью. Но, наконец, ему встретилась скромная и симпатичная девушка, которая стала ему верной и надежной спутницей. И внешне она немного была похожа на его любимую Верочку. Каждый год на свой день рождения Вера получала от Леши через курьера роскошный букет цветов. «Вера – это снова от Алексея», – каждый раз говорил курьер, вручая ей цветы. Она с улыбкой принимала букет, чувствуя тепло и благодарность. Это напоминание о тех днях помогало ей чувствовать себя не такой одинокой. «Спасибо тебе, Лешенька», – шептала она, смотря на цветы. «Ты будешь всегда в моем сердце». Прошлое оставило на Вере как грубые шрамы, так и нежные следы. Эти отпечатки были свидетельством всех испытаний и радостей, которые ей пришлось пережить. Но Вера с ее сильным духом нашла способ жить с этими следами, превращая боль в источник силы и мудрости. Теперь она умела находить радость в самых простых вещах. Она окружала себя любовью и заботой своих близких и родных людей, черпая в этом утешение и вдохновение. Каждый день она открывала для себя новые грани счастья в их улыбках, объятиях и добрых словах. И особенное место в ее сердце занимала любовь к Леше. И эта любовь была неземной, такой чистой и глубокой, что, казалось, она не предназначена для обычных людей. Но по воле Божьей именно Вере было дано испытать это чудо. Господь выбрал ее, чтобы подарить это уникальное чувство. И она благодарила Всевышнего за это каждый день. Эта любовь стала заветной для Веры, как драгоценный клад, который она хранила в своем сердце. И никакие испытания не могли стереть эту священную связь. Вера знала, что любовь к Леше останется с ней навсегда, освещая ее путь и напоминая о том, что даже в самых темных моментах жизни есть место для света и тепла. Субтитры создавал DimaTorzok